Эти люди в белых халатах – студенты-первокурсники медицинского факультета МГОУ. Лекция по анатомии – начало-начал долгого пути в профессию. Наверное, не все его пройдут до конца, но те, кто выбрал эту древнюю и уважаемую профессию, обязательно добьются своего. И эти аплодисменты в конце лекции – тому порука. Спасибо. Пока вчерашние школьники, а среди них немало медалистов и победители Олимпиад, только привыкают к своему новому статусу. Вы, наверное, видите себя в хирургах? Я пока себя никем не вижу. А чем это привыкает медицин? Тем, что можно помогать людям. Просто нравится быть медиком. Врач – это и призвание, и мастерство. Высокое профессиональное мастерство. А оно дается только упорным трудом. Сейчас все поняли, насколько важно, чтобы наша система здравоохранения была наполнена врачами. Мы очень мало спим, потому что приходится очень много заниматься. И поверьте мне, то те старания, тот профессионализм, который есть у наших преподавателей, и то желание обучаться, который есть у наших студентов – это залог успеха. Конкурс на факультет. 50 претендентов на одно место. Отбор – строжайший. Случайных людей здесь нет. В профессии они не нужны. А вот те, кто считают это делом своей жизни, находят свою мотивацию. В первую очередь для меня врач – это довольно отзывчивый человек, который должен помогать в любой ситуации. Мама сразу же одобрила. Папа сказал, что это очень тяжелая профессия, стоит подумать. А вообще все родственники обрадовались. Именно нравственная мотивация лежит в основе будущего профессионала. Первые два года они будут изучать в основном фундаментальные дисциплины. С третьего курса студенты обучаются у постели больного, то есть в клинических базах. Это давняя традиция российского обучения медиков. И уже здесь, на факультете, начинают осваивать строение человека на моделях. Каких только имен не давали вот этой анатомической модели скелета человека во всех, наверное, университетах мира и медицинских факультетах. И действительно, эта модель воспитала много поколений отличных специалистов, отличных врачей. Но сегодня требования подготовки специалистов намного возросли. Нужна и большая точность, и наглядность. Вот как, например, вот эта бедренная кость вполне соответствует размеру. На помощь студентам приходит виртуальный анатомический атлас. Что бы о нем сказал Пирогов, создатель первого в России атласа? Чтобы студент мог детально изучить структуру и форму сложных анатомических объектов, потрогать, посмотреть, услышать это на лекции. Виртуальный атлас, который имеется у нас в распоряжении, предоставляет практически безграничные возможности для изучения анатомии. Мы действительно перешли на новый уровень технических возможностей. Хотя никто не отменяет привычные учебники и атласы. Они в основе учебного процесса. Но качество учебных пособий и технологий приближает к заветной мечте будущих хирургов, терапевтов, кардиологов. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый, Мытищинский.